Мало посадить и вырастить зерно. Его еще нужно уметь сберечь, говорят специалисты. Главная опасность – пожар. В нашем районе проходят жнива. Засеяно ранних зерновых и зернобобовых около 30 тысяч гектаров. На сегодняшний день уже собрано больше 6 тысяч гектаров. На каждом поле у нас есть пожарная машина или подвоз воды. Сотрудники госслужбы по чрезвычайным ситуациям провели профилактический рейд, на котором искали нарушения правил пожарной безопасности при уборке урожая. В случае возгорания поля этот бронспойт поможет потушить пламя и уберечься от убытков. Десятки метров пожарного рукава и сотни литров воды должны справиться с огнем. Организация работ проведена правильно, техника безопасности соблюдается. То есть все и комбайны, и организация противопожарной безопасности – все обеспечено в лучшем виде. Также на борту комбайнов и тракторов имеются огнетушители и лопаты. Есть и другие приспособления, например, эти хлопушки. Чтобы огонь вдруг не перебросился с другой территории, периметр поля опахан четырехметровой полосой. Полоса земли, по которой я иду, называется опашка. Она разделяет дорогу и поле. Если на этой стороне произойдет пожар, то он не сможет переброситься на посевы. Раньше фермеры сжигали нескошенные остатки, что часто приводило к пожарам. Теперь работники решают проблему уборки стерни по-новому. Вот это, что лежит на поле, пожарные остатки – это все удобрения. Мы убрали, загнали сюда дисковые лучшельники, сделали мелкую дисковку. Это в районе 5-7 сантиметров. Мы ее перерубали, оно лежит, потом спровоцирует, начинается его гниль, и уходит оно все как удобрения. Рядом поле есть, которое обработано. Одна дисковка глубокая, и вторая дисковка, можно сказать, предпосевная. В ходе рейда сотрудники ГСЧС проконсультировали сельхозработников и провели инструктаж. Обстежили сбиральную технику, технику, которая вывозит зерно с поля, технику, которая может понадобиться для запобегания расповширения огня в разе загорения поля. Вся сбиральная техника, соответствующая правилам пожарной безопасности для сельхозпредприятий. Продолжение следует...